Всем привет! Обзор смартфона Motorola Moto G24 Power в цвете InkBlue 8256 оперативной встроенной памяти. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео в интернет-магазине Q-Techno. Открываем коробку. В комплектации сам смартфон. Идет он сразу в силиконовой задней накладке в чехле. В таком вот. 50 мегапикселей основная камера. И 8 плюс к 16 можем расширить за счет буста. То есть за счет встроенной памяти увеличить оперативную память до 16 гигабайт. Так, давайте снимем чехольчик. Вот, это уже сразу плюс по комплектации, что силиконовая задняя накладка будет идти в коробке. Не нужно будет первое время думать о каких-то чехлах. Вот. Внешний вид такой достаточно минималистичный. Блок камеры так чуть-чуть поднят с корпуса устройства. Немного выделяется. Вот. Двойная камера вспышка. Ну, давайте дальше по комплектации пройдемся. Так, тут у нас документация скрепка для SIM слота. Адаптер для зарядки. Вот он. На 33 Вт. Быстрая зарядка идет в комплекте. И кабель Type-C на USB. То есть такой стандартный кабель. Ну, в принципе, комплектация хорошая. Чехол, блок для зарядки. Это все есть. Это уже лучше, чем у многих производителей. Так, на передней части 6,56 дюйма. Слева слот. Давайте его сразу откроем. Так, слот полноценный на 2-наной SIM-карты и microSD-карту для расширения памяти. Сверху порт для наушников. Снизу динамик порт Type-C микрофон. Справа кнопка включения кнопки регулировки громкости. Кнопка включения совмещена с канером отпечатка пальцев. Так, разблокируем устройство. Перейдем в настройки. Так, тут у нас максимально приближенный к чистому андроиду. 14-й андроид без каких-то особых оболочек. То есть тут минимальное изменение по сравнению с чистым андроидом. Так, ничего лишнего по сути. То есть тут, ну вот только несколько программ от Motorola. Гугловский пакет и Facebook. Вот в принципе все, что я вижу из такого нестандартного. Так, хорошо. По экрану. Экран 90 Гц, 170 ППА, IPS, HD разрешение 1600 на 720 точек. Так, перейдем в синтетические тесты. Это тест процессора. Процессор у нас Mediatek Helio J85, восьмиядерный процессор. 6, плюс 2, 1,8, 2 ГГц, тактовая частота. И видеоскоритель Mediatek Helio J52 MC2. В общем, нормальное железо для данной ценовой категории. Вот еще тест. А тест видеоскорителя, к сожалению, не запустился. Вот. По Antutu Benchmark 265 тысяч. Ну, для бюджетки, которой является это устройство. Это нормальный показатель. Так. Батерейка у нас в этом устройстве. Это, в принципе, его одно из основных преимуществ данного смартфона. Она тут увеличена. Она по сравнению со средним показателем на других смартфонах. Она тут 6000 мАч. Есть возможность быстрой зарядки 33 Вт. То есть, этой зарядкой и комплектуется сразу смартфон. Так, кстати, что у нас по яркости? Яркость максимальная. Есть NFC. И теперь перейдем к... Давайте запустим PUBG Mobile. Посмотрим, как тяжелая игрушка будет работать. Ну, в общем, пока что, да, мы имеем хорошее железо для такого бюджетного смартфона. Отличную батарею. И хорошую конфигурацию устроенной оперативной памяти. 8256. Есть еще стол для microSD карточки. Так, загрузился PUBG. PUBG на средней графике. То есть, уровень по умолчанию. И, ну, самое максимальное для данного устройства. Вот, видим, работает нормально. Вот, работает плавненько. Закрываем. Закрываем. Так, закрыли PUBG. И переходим к... Давайте послушаем динамики на этом устройстве. Сейчас я включу музыку. Так, слушаем. Ну, кстати, неплохие динамики. Достаточно громкие и качественные, как для такого бюджетного устройства. Так, хорошо. Давайте теперь перейдем к камере. Покажу вам сейчас снимки на камеру. Так, видео. Ну, тут... Так, какое качество мы можем записывать видео. Конечно, вот стандартное, я так понимаю, андроидовское меню. То есть, высокое и рекомендуемое. Высокое, я так понимаю, 1080. Рекомендуемое. Это просто HD. Ну, вот именно какое качество не написано. Вот это вот минус у Motorola. Что вот... Я не знаю, как у других, у которого подороже, где больше разных будет режимов камеры, режимов видео. Вот как там в настройках будет все это показываться. Но тут вот все показывается непонятно. Вот такой, как бы, достаточно камера тут простенькая, да, такая сыроватая, я бы даже сказал. Окей, покажу вам сейчас фото. Выведу их на экран. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.